всем привет это очередной выпуск наших видео уроков сегодня мы с вами напишем этюд красной розы я буду работать в несколько этапов все расскажу все покажу вам я сделала набросок карандашом на холсте сегодня у меня холст на картоне размер 25 на 35 я начинаю набирать акрилом фон сейчас у меня в работе черный акрил я буду использовать умруженую и белила по ходу работы я буду все рассказывать объяснять вам для начала я делаю подмалевок акрилом в этом есть большое преимущество потому что акрил был быстро сохнет и по нему очень удобно работать маленькой кистью я предпочитаю работать синтетикой я начинаю обрисовывать розы набирать фон работа достаточно укрывисто краску акриловую я не разбавляю водой работаю гуще чтобы высохла вообще если допустим медленно сохнет можно высушить феном я феном сушить не буду достаточно быстро высохнет пока я сейчас сделаю верхнюю часть потом нижнюю верхнюю у меня уже будет готово уже высохнет так я продолжаю набирать фон помним о том что работая масляными красками поверх акрила я могу наоборот мы никогда не делаем то есть мы не накладываем акриловую краску на масло это будет равносильно тому что я грунт нанесу на готовую картину так делать нельзя по акрилу же работать очень удобно масляными красками вот как сейчас я это делаю я начинаю набирать подмалевок акрилом набираю фон можете разбавлять если краска слишком густая капелька воды но в основном я стараюсь работать более густо более укрывисто вот я обрисовал нашу розу сейчас я возьму кистью побольше вот так и начинаю закрашивать белый холст избавляемся от белого холста наносим темный грунт темную основу большой широкой кистью направление маска не имеет значения в любом направлении вот вот таким вот образом ну вот готово теперь я приступаю к работе над цветами в тенях я использую умроженую в освещенных местах я использую белила с умроженной самые теневые места я добавляю немножко черного и я начинаю уточнять детали растягиваю растушевываю прорисовываю нам нужно получить сейчас такое изображение кого сепия то есть монохромное изображение вот я начинаю работать над бутоном розы начинаю набирать ее показываю самые светлые тона самые темные показываю объем прорабатываю деталь чем детальнее мы сейчас поработаем тем проще будет нам работать потом уже цвета вообще работа вот именно работа с подмалевком таким более детальным она хороша хороша на тем что вам проще разобраться в рисунке вам проще прописать сначала узкой палитрой не широкой палитрой потом уже то есть допустим когда вы работаете уже над цветком в технике а-ля прима то есть за один раз по мокрому вы одновременно должны и следить за объемом и смешивать краски новичкам зачастую бывает очень сложно гораздо проще если мы ограничимся как сейчас очень узкой палитры всего три краски и вы сделаете упора больше на объем вашего цветка чем на именно палитру палитра потом это со временем придет краски все вы сможете видеть выучить я набираю розу показываю самые светлые места добиваясь объема растушевываю показываю серединку и опять растягиваю воды я не очень много использую стараюсь работать более сухо то есть вот у нас начинается начинает вырисовываться наша роза я пропишу листики и стебель темно-светло темно-светло ощущение нас с левой стороны нападает я продолжаю уточнять самые темные места чем детальнее поработаем сейчас тем более понятно и просто будет работать вам потом мы начнем будет серия уроков бесплатных уроков на тему именно более классической прослойной живописи начнем мы с самого простого начнем с этого этюда розы потом я сделаю еще уроки напишем с вами натюрморт чтобы перейти к более интересным и сложным вещам потренируйтесь на более простых на данном этюде красные розы который мы сейчас с вами делаем можно обязательно розу писать попробуйте потренироваться другие цветы роза вообще цветок я люблю розу это красивый цветок это сложный по форме цветок поэтому я выбрала именно его сегодня для нашей работы попробуйте другое попробуйте лилию сделать в подобной технике любой какой угодно еще лучше допустим сейчас весна многим дарят цветы у многих дома на подоконниках распускаются возможно все возможные цветы очень здорово писать с натуры пишите с натуры допустим распустились у вас какие нибудь фиалки дома на подоконнике пишите их с натуры я продолжаю набирать нашу розу я перехожу к розе слева все то же самое я начинаю с самых средних тонов тонов умбраженная у меня в работе сейчас я набираю средний тон прописываю лепестки набираю темные тона самые глубокие тени освещенные места вот так итак лепесток за лепестком сначала я начинаю с тех лепестков которые самые широкие постепенно продвигаюсь к середине показываю самые светлые места и постепенно иду дальше возвращаюсь к бутону где то еще уточняю придаю форму и показываю самое освещенное место дорисовываю стальные лепестки показываю лепесток спереди ближе к нам вот таким вот образом возвращаюсь к левой розе набираю листья для этого очень хорошо подходит вот такая синтетическая кисть я небольшой кистью размер кистью работаю сейчас вообще я предпочитаю синтетику другим кистям по причине того что самые износостойкие кисти в то же время работать ими приятнее они более мягкие потому что той же щетиной например не знаю что масляная краска материал достаточно грубый и многие художники предпочитают работать грубой щетиной кому как нравится каждый решает для себя это сам ну вот лично мой выбор это синтетика по причине того что она более мягкая в работе более податливая в работе мне это нравится поэтому щетину как вы уже знаете если вы смотрели мои другие уроки предыдущие уроки щетину я использую круглую из строительного магазина для написания деревьев кустов трав каких-то мелких веток дальнего плана то есть это наверное единственный момент когда я использую щетину и кисть во всех остальных случаях я предпочитаю работать синтетикой к тому же когда синтетика изнашивается что бывает достаточно вы должны много ей поработать чтобы она истерлась у вас не один десяток картин вы должны написать ее в отличие от щетиной кисти потому что щетина очень быстро стирается то есть если щетина некачественная мне одной щетиной кисти может хватить всего на одну картину среднего размера то есть да да вот так быстро поэтому меня это не всегда устраивает я работаю много в своей студии я использую также синтетические кисти им гораздо удобнее работать я считаю они более качественные несмотря на то что есть щетина достаточно качественная все равно она стирается имеет способ стираться ну и к тому же грубая когда у вас стирается кисть вы ее не выбрасываете независимо от того щетина это или синтетика старыми кистями очень удобно прописывать какие-то детали когда она вся неровная топорщица мне особенно вот синтетические стертые кисти очень нравится я их никогда не выбрасываю до последнего я их использую пока она не сотрется совсем вот для прописания каких-то трав цветов каких-то мелких деталей поэтому это здорово очень удобно ну вот я продолжаю набирать нашу розу перехожу уже к серединке набираю серединку все то же самое темные светлые средние тона в работе у нас перейду к следующей розе также начну с лепестков больших самых последних крупных лепестков постепенно переходя к центру перейду к листьям вот у нас уже намечается наша роза она уже начинает вырисовываться вообще техника вот очень упрощенная именно вот это такой первый этап более классической масляной живописи очень упрощенная тем не менее вот мне нравится так работать это позволяет дорабатывать картину вообще работать на самом деле можно за один сиям достаточно долго слои я просушиваю почему акрилом почему не масляными красками например я сейчас работаю в причине того что они быстро сохнут то есть я смогу за один сиям сделать гораздо больше нежели если бы я сейчас работала масляными красками на первом этапе ну масляными красками тоже интересно попробуйте сделайте подмалевок именно масляными красками просушите в качестве разбавителя можно использовать не тройник тогда допустим тот же white spirit чтобы краска высохла быстрее потому что с тем же тройником сохнет немножко дольше потому что в тройнике обычно масло в составе ни в коем случае не разбавляйте масляную краску чистым маслом желтеет во первых во вторых это излишне долго сохнет на мой взгляд я предпочитаю классический тройник ну вот наша роза практически готова левая вот такая красота у нас получается перейдем к третьей розе я также набираю лепестки темным я отделяю один лепесток от другого растушевываю я работаю одной кистью я не меняю кистью в процессе работы я ее просто мою в данном случае у меня стоит стакан с водой и вытираю влажной салфеткой вообще при работе вот салфетки, тряпочки очень удобно я вот предпочитаю на самом деле влажные салфетки за счет того что и руки удобно вытереть и с холста удобно стереть и кисть протереть ну вот я продолжаю набирать лепестки розы опять отделяю темным один лепесток от другого и продолжаю набирать ряд за рядом лепестков обратите внимание сначала я работаю чуть более жидко пока у меня слой подсыхает я дорабатываю остальные лепестки предыдущие когда у меня он подсох я продолжаю дальше в этом большое преимущество на самом деле акрила в том что он очень быстро сохнет и на самом деле вот самая незаменимая штука для подмалевка подмалевок масляными красками мы конечно сделаем сегодня но акрилом конечно лучше всего потому что быстро сохнет это позволяет работать над картиной более продолжительное время то есть не оставлять картину на просушку это увеличивает сеанс работы хотя как я уже говорила интересно попробуйте и масляными красками сделать подмалевок я постепенно приближаюсь к серединке к центру у нас рождается последняя наша третья роза набираю листья начинаю с темного потом высветляю прописываю листья и возвращаюсь к розе опять лепесток за лепестком я продолжаю набирать нашу розу вот таким вот образом вот уже начинает она вырисовываться сейчас у нас весна скоро наступит лето оглянуться не успеем время вообще быстро бежит пишите розы с натуры если допустим у вас есть дом сад если они растут у вас в саду это вообще здорово если нет в парке можно найти розы пишите их с натуры очень красивый сложный по форме цветок у меня к сожалению не растут зачастую розы я пишу по фотографиям ну либо с натуры если я покупаю или мне дарят букет цветов цветок достаточно капризный поэтому у меня они не растут не получается у меня их выращивать вот поэтому вот я работаю по фотографиям а так вот именно я больше полевые цветы пишу с натуры а вот розы розы зачастую по фото но если у вас есть такая возможность пишите с натуры этот цветок это ни с чем не сравнимое удовольствие ну вот я набираю уточню какие-то детали дорабатываю где-то высветляю еще на этом наш подмалевок акрилом мы закончим теперь перейдем к работе масляными красками мы акрил высох теперь я начинаю работать масляными красками я начинаю с правого верхнего угла я набираю марс темно-коричневым марс черный марс средний широкой кистью я начинаю набирать фон флейтем я растушевываю вся та же палитра плюс болотное светлое это у нас освещенная часть нашего фона как мы с вами договорились фон свет у нас будет слева поэтому левую часть я набираю более светлым тоном и опять растягиваю флейтем флейтем у меня синтетический я уже рассказывала вам о своих кистях что я предпочитаю работать синтетикой средней мягкости у меня то есть не мягкий и не жесткий флейт что позволяет мне очень мягко растягивать растушевывать краску по холсту ну вот нижний угол я набираю все той же палитры плюс у нас в работе еще и желтый кадми сюда же я начинаю набирать самые светлые тона болотное светлое я повторю кадми желтый светлый марсы от черного до светло-коричневого среднего грубыми движениями я набираю фон широкой плоской кисти и растягиваю флейтем видите какая глубина уже появляется ну вот таким вот образом мы еще к нему потом вернемся когда он просохнет у нас спустя время ну пока вот мы его оставим в таком виде где то я вытираю лишнюю краску и я начинаю набирать розу сейчас я делаю подмалек поверх акрила более жидко я работаю розовый светлый с растворителем с разбавителем я работаю где то местами где то местами немножко охры желтые это прозрачные краски при покупке краски смотрите на тубе должен быть квадратик если он закрашен черный квадратик это кровища краска если полу закрашена полукровища соответственно если он прозрачный то это лисировочная краска то есть при разбавлении она будет неукрыли вот таким вот образом зелень у меня тоже достаточно прозрачная и вот я делаю такой вот подмалек все это потом мы будем с вами уточнять когда она подсохнет будем более детально все это прописывать сейчас я просто набираю цвет чтобы нам не было так скучно потом работать по вот этому черно-белому наброску цвет тени у нас уже есть мне осталось только жидко набрать цвет вот наша роза уже приобрела объем приобрела освещенность все остальное дело уже за более плотным нанесением краски доработать и дорабатывать можно достаточно долго то есть в чем прелесть именно вот этой техники в том что над одной картиной можно работать очень долго вот я набрала левую розу и очень грубо это делаю я сейчас не вырисовываю так же и правую нам гораздо интереснее потом когда это все просохнет будет работать уже не с черно-белым подмалевкам а с цветным так же я набираю листья у меня яркая зелень в работе ухра желтая прозрачная немножко розовых тонов добавляю на листья вот я продолжаю набирать вторую розу и листья и я перехожу и я перехожу к бутону и полу распущенной розе так же набираю жидко подмалевок ну а теперь гораздо интереснее и веселее нам будет работать на основе нашего подмалевка ну вот на этом этапе я оставляю наш холст сушиться итак следующий этап работы я начинаю более детально уже прописывать все это наш подмалевок высох как вы видите я сделала уже две розы и сейчас я покажу как я работаю над третьим я начинаю с того что я прорабатываю самые крупные лепестки в работе у меня все та же розовая светлая только теперь она прозрачная только теперь я немножечко добавляю белью в самых освещенных местах в тенях у меня кадмий красный и болотное светлое местами немножко желтого кадмия в освещенных местах я добавляю и мы начинаем с вами прописывать нашу розу по уже высохшему первому этапу подмалевка в самых светлых местах я использую кадмий желтый с белилами работаю не очень густо слой должен быть тонкий растираете растушевываете краску я часто вытираю свою кисть снимаю лишнюю краску светлые, средние и самые темные тона нам уже не нужно думать о нашем объеме потому что мы сделали очень детальный подмалевок в предыдущем сеансе теперь наша задача более детально прописать розу вот уже такая красота у нас получается более насыщенным красным я буду работать следующим этапом мы сейчас с вами допишем последнюю розу оставим наш холст сушиться и вернемся к нему при работе уже по сухому несмотря на это местами я в тенях добавляю краплак кадмий в освещенных местах как я уже повторюсь белила с желтым кадмий вот и постепенно лепесток за лепестком начинаем оживлять нашу розу по вот этому более светлому светлой основе, светлому фону нам очень удобно будет потом работать краски будут яркие сочные наша роза будет очень насыщенного красного оттенка постепенно я приближаюсь к центру, к середине прорабатываю лепесток за лепестком прорабатываю лепесток за лепестком розовое светлое белила с кадмием желтым в самые освещенные места краешки лепестков и я растягиваю растушевую в тенях местами кадмий краплак вот такая роза у нас рождается основа для нашей розы основа для нашей розы полотно м с с с с и растягиваю флейтем не очень сильно давите на флейт чтобы не снять краску кисть руки мои расслаблены я легким движением растушевываю не стараюсь снять краску с холста как бы слегка вбиваю ее туда и уточняю там где я слишком сильно растянула белье и кадмин желтым вот такая розочка у нас получается мы сушим на этом этапе нашу работу прежде чем приступить к следующему этапу вот оставляем на просушку итак наша роза высохла и теперь мы можем работать уже более основательно сейчас у меня в работе кадмий красный светлый у меня оранжево-красный смотрите как он светится на нашей розе какой яркий и сочный он в тенях я использую марс и краплак марс черный работаю не очень густо тени у меня полупрозрачные начинаю я опять с тех же крайних лепестков лепестков которые самые большие постепенно будем двигаться к середине по сухому работать очень удобно краска не смешивается в то же время основа у нас светлая это позволяет сохранить чистоту цвета такой насыщенно красно-алый цвет у нас получается наша роза я раз пользуюсь разбавителем тройником я мою кисть прежде чем взять другой тон знаете я работаю одной кистью сейчас я работаю более прозрачно в тенях я сбавляю тройником марс и краплак я постоянно мою кисть вытираю салфеткой я растушевываю границу между сверху и темным тоном так же растягиваю флейт смещая границы краям вписываю нашу розу и так лепесток за лепестком также в тенях марс и растушевываем вот уже какие-то очертания наши розы появляются обязательно красную розу можете написать белую желтую двух или трех цветных розы бывают разных сортов это интересно совершенно необъятная материал для вдохновения написание цветов также интересно написать как я уже говорила в начале урока и другие цветы подобной техники то есть более этапно с детальной прорисовкой смотрите какая ярко-алая роза у нас получается какая сочность цвета я начинаю набирать я начинаю набирать бутоны полу распущенные розы опять же так же в тенях полупрозрачно я наношу марс краплак в освещенных местах я работаю кадмим у меня красно-оранжевый светлый границы растягиваю и продолжаю уточнять какие-то детали также растягиваю флейцы смягчать границы благодаря нашему детальному подмалевку работать нам сейчас проще мы уже определились с вами где у нас теневые где освещенные участки и сейчас по сути мы уже наслаждаемся самим процессом творчества творения что может быть вообще прекрасней живописи это и арт-терапия это самое прекрасное общество из того что может быть какое вдохновение вы испытываете при работе ни с чем не передаваемое это одно из самых лучших наверное удалось и я люблю работать и с натуры и студии я очень много работаю выходите чаще на пленэра наблюдайте за природой вот такая красная роза у нас с вами уже начинает вырисовываться опять в теневых местах я использую марс краплак в светлых освещенных местах кадми оранжево-красный пишите повторяйте учитесь присылайте свои работы задавайте вопросы мы продолжаем набирать нашу розу я работаю над серединкой опять темные светлые темные светлые тона и растягиваем флейцем я постоянно работаю флейцем растягивая края вписывая нашу розу для этого слой краски должен быть очень тонкий то есть слои предельно тонкие краски не накладывайте пастузных носков не в этой технике техники алла прима да мы работаем более пастузно сейчас нет сейчас я стараюсь краску растягивать растушевывать ее в этом мне помогает флейц вот такая роза у нас получается в самых светлых местах я все таки добавляю немножко светлого там где я положила краску более густо несколько мазков чтобы придать еще больше освещенности нашей розе и растягиваю флейцем начинаю набирать стебель в работе сейчас болотное светлое желтый кадмий набираю бутон вот такой этюд роза у нас получается набираю листья где-то помогаю себе руками растушевываю и возвращаюсь к розе постепенно продвигаясь к центру потому что следует Продолжаю ряд за рядом набирать лепестки. Также у меня в тенях краплак с Марса, в освещенных местах кадмий красный. Возвращаюсь к листьям. Растягиваю руками. Уточняю самые светлые места на листьях. Сейчас в работе желтый кадмий, немножко белый. И уточняю стебель. Вытягиваю его на передний план. В качестве рефлекса добавляю немножко кадмия красного. И на листья, и на стебель. И колючки на розе. Возвращаясь к розе, продолжаю набирать лепестки. Также сначала большие, самые крупные, постепенно двигаясь к центру. Так же растягиваю флейт. Продолжаю вот эти ангеты в самые светлые места. Остал Mossel. Рассmacни �uri. Ну и гарм qu인 이거 хотите. Рассную стебель. Расс您. РассLY. Рассroller dow vedere. Рассfunция х area. С Tub Hal Head. И постепенно перехожу к середине. Набираю нижние лепестки и приближаюсь к центру. Перейду к третьей розе, начну набирать самые крупные лепестки, наработаю тонко, в тенях все тот же кроплак и марс. Растягиваю светлые и средние тона, перехожу к следующему лепестку. Так же растягиваю. Один лепесток от другого. Вот уже начинает вырисовываться наша алая роза. Смягчаю границы и растягиваю флейт. Следите за тем, чтобы четких границ у вас не было, должны быть очень тонкие переходы между светлой и теневой частью. Местами где-то необходимо немного высветлю. продолжаю. Продолжаю далее прописывать лепестки. и растягиваю флейт. и растягиваю флейт. лепесток за лепестком. набираю края лепестки розы. также в работе кадми оранжево-красный. светлый. в тенях более прозрачных. марс и краплак. набираю нижний лепесток. и растягиваю теневую и светлую часть. постепенно продвигаясь к центру. и растягиваю флейт. в темные места. и перехожу постепенно к середине. и растягиваю флейт. и растягиваю. я начинаю набирать середину. все так же у меня краплак с марсом в тенях и кадми оранжево-красный. в освещенных местах в работе. там где это необходимо я высветляю самые светлые места на цветке. сейчас в работе белила и кадми желтый. чуть-чуть старайтесь краску не накладывать густо. понемножку. уточняю самые светлые места. возвращаясь к третьей розе. также где-то показываю более светлые участки. участки. уточняю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То же самое мы делаем и на полураспущенной розе, на бутоне розе. Продолжение следует... Такая красивая роза у нас... Алая рождается... Возвращаюсь к третьей розе... И также где-то уточняю... Продолжение следует... Также перехожу к середине... Уточнюю середину... Продолжение следует... 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 Ну вот... После того, как мы закончили... Я беру лайнер... Вообще не обязательно работать лайнером... Можно обычную синтетическую маленькую кисть... Но мне удобнее лайнером... Я буду использовать его... Мы начинаем прописывать капельки... В работе сейчас... Все тот же Марс... Краплак... Я показываю форму капли... Секрет в том, что левая сторона освещенная... С той стороны, с которой у вас падает цвет на каплю... Не должно быть контура... То есть края размыты... Я показываю теневую часть... Слева высветляю... И ставлю блики... Блики-биллионы... Вот такая капелька получается у нас... У вас не должно быть четких границ... Размываете, растушевываете их... И опять... Я показываю форму капли... Показываю тень от капли... Все это мягко растушевываю... Вытираю кисть... Высветляю левую часть... Капли... У меня свет слева падает... Показываю блики... Четких границ у капли не должно быть... Я их растушевываю... Смягчаю... Покажем на листе каплю... Палитра вся та же... Сначала я начну с темного... Показываю теневую часть... Левую часть высветляю освещенную... Смягчаю границы... Растушевываю... Избавляюсь от четких линий... Растушевываю... 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 И также с остальными каплями... Опять я показываю форму... Показываю тень от капли, смягчаю границы, высветляю левую часть, освещенную, опять же смягчаю границы. И блики. Пожалуй, вот здесь посадим каплю. Опять мы показали форму, показали тень, высветляем левую часть, освещенную, и показываем блики. Белилами. Следующая капля. Краплаком Марсом я показываю форму, тень, смягчаю границы, растушевываю, желтым кадмином белилами высветляю левую часть, смягчаю границы, и белилами показываю блики. Цвет теней, когда вы пишете ваши капли, будет точно такой же, какой оттенок в тенях вы будете использовать на вашей розе. То есть, к примеру, если вы пишете розу, и в тенях у вас серо-розоватый, голубоватый, зеленоватый оттенки, то такие же тона у вас будут и в тенях от капель. Покажем на полураспущенной бутоне розы каплю. Также высветляем левую часть. И покажем лики. И покажем лики. Посудим несколько капель на нижней розе. После того, как мы закончили с капелью, мы начинаем набирать фон. Сейчас в работе кадмин желтый, болотная светлая. Я начинаю набирать фон с освещенной части. Чуть правее у меня акроплак с Марсом. И та же болотная светлая. Я набираю сейчас грубыми мазками. Широкой плоской кистью. И растягиваю флейцем. Руками, пальцами я растягиваю границу между розой и фоном. Не бойтесь немножко потянуть розу на фон. Смягчайте границы, вписывайте ваш цветок в ваш фон. Добивайтесь вот этой глубины. И так же дальше. Я продолжаю набирать фон. И растушевывать его. Растягивать флейцем. В этом я работаю чистым, сухим. Разбавитель я не использую. Мы работаем по предыдущему слою, который сделали мы за прошлый сеанс. По сухому слою. Смягчая границы, вписываю наш цветок. Растягиваю флейцем. Так же с теневой части. Так же растушевываю руками. И растягиваю флейцем. Растягиваю. Растягиваю. Все сarbeiten. Я продолжаю растяжку флэйцем руками. Подписываем и ставим дату. На этом наш этюд розы красный готов. До новых встреч!